Мы уже несколько дней находились в период пожароопасного периода. Были на полу, были разгорания. Это было, если сравнивать с ситуацией, которая произошла с сильного числа, но это было так, несерьезно. И мы везде справлялись практически своими силами. В редких случаях мы привлекали пожарные расчеты из пожарной части. Мы находились своими силами, своими пожарными расчетами, своими маневрерными группами. Мы с ранцами главы Северных Советов принимали участие в тушении пожаров и справлялись. С 7-го числа, вы знаете, был ураганный ветер. Я сейчас не буду говорить, сколько метров в секунду, потому что везде по-разному. Но порывы были очень и очень сильные, практически шквальные. С утра уже начали поступать сигналы от глав Северных Советов о том, что происходит возгорание. Это было на территории Тарутинского Северного Совета, Истребовского, Горного, Нагорновского. Тогда было понятно, что основными причинами это либо перехлёст проводов, либо обрыв проводов. В результате шквального ветра вызывало возгорание. Тушили, как я уже сказал, и собственными силами, и силами лесопожарного центра, и пожарными расчётами. И обошлись, что называется, малой кровью. Самая большая трагедия развернулась вот здесь, в селе Белояр. В начале 11-го, в 10-15, я получил звонок и сообщение от главы Северного Совета Сабирова Артур Смегуловича о том, что горят зерцалы. Это вот, ну, в пределах видимости, наверное, из села Белояр. Выехал туда, там уже работал расчёт, там же был глава Северного Совета. Ну, вот, это, конечно, надо видеть, это было страшно, это огромный костёр. Правда, горели надворные постройки, и наряд уже отбивал этот дом. Причём, рядом стоящий тоже был уготовлен к возгоранию, это такое большое деревянное строение было, которое проливали водой. Мы ещё до конца полностью не отбили этот дом, и уже Артур Смегулович получил новое сообщение о том, что горят дома в селе Белый Яр, на улице Трактовой и на улице Школьной. Вот сюда, первый дом загорелся, вот от этого пала, не знаю, причину его возникать. А этот дом, как мне показалось, мы могли ограничиться вот одним домом этим, но огонь, к сожалению, перекинулся и далее. Работало в селе Белый Яр семь расчётов, представляете? Но сложность заключалась в том, что пожар возник одновременно ещё на параллельной улице. Это на улице Школьная, на улице Переулок Центральный, улица Береговая. Поэтому расчёты пришлось распылять. Всё это продолжалось до вечера. Участвовали манёвренные группы, участвовали жители села Белый Яр, отбивали свои дома. Видел, как дружно роняют заборы для того, чтобы погоня не перекинулся с дома на дом. Но, тем не менее, несмотря на то, что работало 7 пожарных расчетов, 7 стволов, вечером мы локализовали огонь. В 19, 30 и 20 пожар был ликвидирован, но мы потеряли 40 жилых домов и 4 нежилых строения. Пострадали 149 жителей. Субтитры создавал DimaTorzok